К другим темам сейчас перейдем. Рабов не нашли пока. Следователи продолжают проверять лесопилку в Братске. С нее подмосковному бизнесмену пришли пиломатериалы с запиской «Помогите нас, держат без воды!» и паспортов, и подпись «Албек». Руководство опрашивают, рабочих тоже. Человека по имени «Албек» не обнаружили. Все рабочие с документами и опрятно одеты, рассказали в Следственном комитете. Правозащитники говорят, история из записки очень похожа на правду. Лесопилки в Сибири – одно из тех мест, где действительно много невольников. Наш экономический обозреватель Юлия Макарова о современном рынке рабов расскажет. Михаил Родин приехал из родного Владимира в Москву на заработки. И на Курском вокзале нашел работу. Ее несколько человек славянской внешности предложили ему поехать в Сочи. Но он оказался не в Сочи, а в Дагестане. На кирпичном заводе в рабстве ему, можно сказать, еще повезло. Он каким-то чудом смог найти телефон и дозвониться своим родным. Его вызвали ли в неволе, он был не больше месяца. Это лишь одна история из множества рассказанных правозащитниками. Но очень типичная. На вокзале в крупных городах работают вербовщики. Они предлагают чаще всего приезжим хорошие деньги и весьма привлекательные условия труда. Работа. Три дня в неделю. 40 тысяч рублей зарплата. Остальное время живи в свое удовольствие. Дальше они выпивают вместе с жертвой за знакомство. Жертве подмешивают наркотики. Человек выключается, у него забирают документы и вывозят в другой регион. Он просыпается уже на кирпичном заводе. Например, в том же Дагестане или на лесопилке в Сибири. Большая часть рабов так называемые трудовые. Их около 800 тысяч, считают правозащитники. Это и россияне из глубинки, и мигранты из Таджикистана, Узбекистана. С ними-то еще проще. Языка не знают, разрешения на работу нет. И полиции как огня боятся. Работают в основном на стройках, в сельском хозяйстве, в ЖКХ. Их продают и покупают как товар 15, 20, 25 тысяч рублей. На содержание особенно не тратятся. 5 тысяч рублей в месяц и хватит. А своему владельцу, невольники такие, приносят гораздо больше. Посмотрите, до 100 тысяч рублей. И это лишь за один месяц. Попрошайки. Еще более выгодны это бабушки с протянутой рукой, инвалиды в камуфляжной форме, якобы военные. Их покупают за 50 тысяч рублей. И каждый месяц на них зарабатывают по 300, 400. Как говорят те, кто смог выбраться из рабства, полиция все знает, но молчит. Потому что получают взятки. 100 тысяч рублей за точку, на которой работает несколько нищих. Самый большой доход приносят попрошайки с детьми. Женщина стоит 25 тысяч рублей. Столько она может запросто насобирать, ну буквально за день. Вот представляете, какая гигантская сумма за месяц успевает накапать. Младенцы здесь считают расходным материалом. Малышей также покупают. Светленькие стоят дороже темненьких. Им больше. Подают в среднем 100 тысяч рублей за ребенка. Ну а самые дорогие это секс-рабыни. Девушек продают за 100, 150 тысяч рублей. Тратят на них опять-таки копейки, а зарабатывают по полмиллиона в месяц на них. Правозащитная организация Walk Free Foundation насчитала более миллиона невольников в России. Страна занимает седьмое место в рейтинге государств с самым большим числом рабов. Рядом с нами, посмотрите, Нигерия, Северная Корея, Узбекистан. В российском уголовном законе есть три статьи. Незаконное лишение свободы, торговля людьми, использование рабского труда. Только вот за 12-летнюю историю их существования потерпевшими по ним признаны всего лишь 536 человек. Крыша хорошо работает, подкупленные силовики. Не дают ход делам, говорят правозащитники, едва ли не единственный способ борьбы с этим бизнесом перекрыть финансовые потоки. То есть перестать давать деньги по прошайкам.